Всем привет! За кадром Аркадия Шаповал это обзор объективов PR Gear 25mm 1.7. Это второе поколение 25-мм объективов под беззеркальные кропнутые камеры. У меня показана версия под Bayonet Sony E APS-C с крупфактором 1.5, но также данный объектив выпускается и под другие популярные беззеркальные современные системы. Объектив выпускается в двух расцветках корпуса. Черный, такой как показано у меня в руках, а также серебристый для владельцев серебристых либо белых фотоаппаратов. У объектива достаточно простой лаконичный дизайн. Есть серебристая вставка, на которой нанесена шкала grip. Правда непонятно для каких значений диафрагмы имеется эта шкала grip. Кольцо фокусировки и управление диафрагмой металлический. Кольцо фокусировки вращается всего на 90 градусов. Фокусировка очень плавная и очень приятная. Вращать кольцо фокусировки можно лишь одним пальчиком. А вот кольцо управления диафрагмой вращается со щелчками. Предыдущая версия регулировала диафрагму плавно. Диафрагма объектива состоит аж из 10 лепестков, что очень-очень хорошо. Даже на сильно прикрытых диафрагмах можно получить достаточно скругленные отверстия. Это прям очень здорово. Конечно же у объектива есть современное просветление HDMC, High Definition Multicoating, но откровенно говоря оно посредственное. В комплекте поставки идет металлическая бленда, которая вкручивается в резьбу переднего светофильтра. Сам по себе передний светофильтр крохотный всего на 37 мм. Достаточно редкая резьба. Бленда не сильно помогает при работе в контровом или боковом свете, но внешний вид объектива с блендой смотрится куда лучше. Конечно, хотелось, чтобы бленда была байонетного типа, с быстрой установкой, но и такая резьбовая бленда это очень хорошо. Передняя и задняя крышки объектива пластиковые и, как и бленда, не имеют никакого логотипа, либо указания, что это марка Pergear. Вес объектива составляет всего около 160 грамм, и это небольшой объектив, который хорошо смотрится на небольших камерах Sony. Например, здесь он показан на крохотной камере Sony NEXT 3. Сидит как в литой. Данный Pergear это уже вторая итерация подобного решения класса 25 мм 1.8. Обновленная версия имеет совсем другую оптическую схему и слегка увеличенную светосилу f1.7 по сравнению с f1.8 от предыдущей версии. Вот так на камере объектив смотрится с блендой, и его дизайн стал существенно более красивым и лаконичным по сравнению с предыдущей версией. Ну, а дальше посмотрим на примеры фотографий с данного объектива на крошку Sony NEXT F3 и на крошку Sony A3500. Здесь в Lightroom у меня показаны примеры фотографий на две камеры. A3500 это Sony кроп на 20 мегапикселей, и Sony NEXT F3 это Sony кроп на 16 мегапикселей. Под данным роликом будет ссылка на мой детальный текстовый обзор. Там же можно будет скачать исходный RAW файл, который можно будет покрутить. В целом, это объектив средненького качества изображения. Он не создает высокое качество изображения, в первую очередь из-за того, что у него сильные проблемы с проседанием по краям и углам изображения в резкости, а также проблемы в контровом свете. В контровом свете это прям большая-большая беда. Ну, посмотрим. Если центр на 1.7 у нас вполне с приемлемой разрешающей способностью, то, чем дальше мы идем к краям и углам, видим, что края углы становятся мягкими, в первую очередь из-за комы, астигматизма. То есть, края углы на открытой диафрагме, они очень слабые. В контровом свете можно получить обилие бликов. Например, здесь у нас идет переотражение, красным заливает. А также, если прям очень сильный контровой свет объективу дать, то его прям вообще заливает в какую-то вуаль, в расслоение зайчиков. Потому я говорю и считаю, что все же вот это просветление, оно такое очень условное, оно плохо справляется с своей функцией. Такую вот расслоенную радугу, спектр света можно получить очень-очень легко при съемке в контровом боковом свете. Также объектив теряют в контрасте при сильном боковом свете. И это тоже проблема. Для современного объектива потеря контраста в сильном боковом свете является недопустимым. Ну, конечно, если подбирать сцену, то можно этим как-то пользоваться. Можно с помощью бликов и переотражений создавать какую-то атмосферу на фотографии. Но в любом случае, с технической точки зрения, это плохой знак для объектива. Из-за 10 лепестковой диафрагмы можно получить легко эффект 10 лучей звезды. Это несложно и хорошо, даже несмотря на то, что лепестки хорошо скруглены. Если немножко прикрывать диафрагму, то в центре кадра объектив становится очень резким. Вообще в центре кадра к резкости нет никаких претензий. И если прям сильно прикрывать диафрагму, то и края углы выравниваться приходят в норму. Например, здесь на диафрагме f5.6 очень высокая разрешающая способность. Края углы также здесь поплыли, но стали немножко лучше по сравнению с максимально открытой диафрагмой. Что касается боке, то объектива боке спорная. По краям и углам изображения можно получить такие вот лимончики, либо диски нерезкости. На минимальной дистанции фокусировки качество изображения в плане разрешающей способности немного проседает. Видим, что на 1.7 здесь нет той резкости, которая присутствует на бесконечности. То есть визуально кажется, что на близких дистанциях фокусировки объектив становится менее резкий. Тем не менее, даже вот этой 1.7 и той резкости, которая есть, достаточно для таких вот зарисовок. Боке в некоторых случаях рванное, в некоторых случаях даже может быть и приятное. Все зависит от источников света. Само собой, объектив использует довольно примитивную оптическую схему, потому что здесь боке может быть похоже на какие-то другие объективы. Еще покажу несколько засветок. Здесь у нас в крайнем левом верхнем углу идет сильный контровой, можно частично сказать, боковой свет. И он дает вот такие вот большие артефакты. Розовые, красные и переливы радуги. Здесь это тоже нехорошо. Это проблема при работе в контровом боковом свете. Довольно спорное решение, но если учитывать, что объектив стоит всего в районе 50 либо 60 долларов, то мы получаем очень удобное фокусное расстояние. То есть 25 мм фокусного расстояния на кропе дают около 40 мм в пересчете FR. 40 мм в ФР это такое очень натуральное поле зрения, похоже на человеческий глаз. То есть снимать на объектив становится очень приятно. Да и в целом найти дешевые 25 мм объективы на кроп, еще с такой светосилой, и достаточно сложно. Если смотреть, например, на старые объективы, либо какие-нибудь старые советские объективы, то 25 мм фокусного расстояния с диафрагмой f1.7 найти практически невозможно. Это очень-очень сложно. 25 мм фокусного расстояния очень удобное, фокусное для повседневной съемки. Просто бери с собой, ходи, снимай всякие зарисовки, все, что тебе нужно. Можно снимать даже что-то более посерьезное, попытаться какой-то портретик снять, например, полноростовой. Причем, если чуть-чуть прикрыть диафрагму, например, здесь до 2.8, все становится резким, приятным, никаких проблем нет. Можно радовать себя подобными снимками. Если же снимать на максимально открытой диафрагме, то надо быть очень осторожным. Из-за того, что кольцо фокусировки вращается всего на 90 градусов, попасть в фокус очень сложно. И на 1.8 резкость уже на средних дистанциях фокусировки находится на грани приемлемо и неприемлемо. То есть на 1.8 здесь уже объектив выжимает максимум, причем я здесь старался, фокусировался много-много раз, перефокусировался, но на 1.8 попасть в резкость сложно, и самой резкости хотелось бы, конечно, все больше и больше и больше. Но 1.7 все-таки вручают в некоторых ситуациях. Например, здесь снято на 1.7, и при плохом освещении это прям очень хорошая палочка-выручалочка, которая позволяет экономить ИСОНИ, повышать его до каких-то космических значений. Если же максимально прикрыть диафрагму, здесь, по-моему, f16, и не бояться дифракционного порога, то края и углы изображения тоже не приходят в норму. Такая вот проблемка в объективе. За 50-60 долларов довольно интересное решение, в первую очередь из-за фокусного расстояния. Если смотреть на какие-то аналоги, то в целом из бюджетных решений 25-мм с подобностью Тосилы идеальных вариантов я не находил. В целом предыдущая версия объектива мне понравилась больше. У нее какой-то более интересный рисунок, и работать с ней было более интересно. Подобные решения от Make, либо Seven Artisans, они также имеют свои какие-то проблемы. То есть, такие подобные решения, именно 25-мм, они, мне кажется, не существуют сбалансированных. Если там 35-ки 1.4, можно найти довольно интересные решения с минимум каких-то проблем. То такие вот 25-ки бюджетные, в районе 50-60 долларов, найти хорошее решение очень сложно. Взять, поиграться данный Pergear, конечно же, можно. С него даже можно выжимать какие-то вполне сносные снимки, пользоваться его достоинствами. Но в целом я бы искал что-то лучшее, либо добавил денег, сэкономил и взял какие-то более интересные варианты. Класса, например, 25-1.4. Когда 25-1.4 закрываешь до 1.7, до 1.8, то резкость, само собой, еще лучше улучшается. По данным роликам есть ссылка на мой текстовый, и обзор, и исходные RAW-файлы. Можете скачать, покрутить их, для себя принять какое-то решение. А сегодня с вами был Аркадий Шаповал. Всем пока, до новых встреч.